Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Крупные пожары и смог над городами в Алтайском крае, как и во всей Сибири, подсчитывают убытки от огненной стихии. Подвески сломаны, кошельки пустые. Жители нового микрорайона в Барнауле жалуются на дорогу, которая убила немало машин. И все. И вот с ноги работаем с такими дорогами. Победный май спустя 78 лет. Как Барнаул отметил праздник Великой Победы. В Алтайском крае по-прежнему сохраняется чрезвычайно местами высокая пожароопасность. Это связано с жаркой и сухой погодой. В МЧС вновь говорят о возможном увеличении числа пожаров, а их в праздничные выходные в крае было немало. На майские праздники над Барнаулом многие горожане заметили дымку. Причина, по словам синоптиков, не только в пожарах на территории края, но и у наших соседей. Другие регионы России тоже горят. Отсюда дымовые шлейфы, которые приходят в Алтайский край высотным переносом из Курганской, Омской, Новосибирской областей. Синоптики отметили ухудшение видимости атмосферы и изменение цвета солнца. Было зарегистрировано превышение установленных нормативов для взвешенных веществ и оксида углерода. В отдельном районе города отмечается еще превышение по фенолу. Но если обратить внимание, вот сегодня прошел дождь, вроде бы воздух стал посвежее и солнце приобрело нормальный вид. Вчера ситуация была намного хуже. Необходимо отметить, что серьезного изменения все равно в ближайшие несколько дней не будет. У нас сохранится этот высотный перенос и все равно у нас вот эти все дымовые шлейфы будут оказывать влияние на нашу территорию. Пятый класс пожарной опасности по-прежнему наблюдается на территориях Волчихинского, Родинского, Рубцовского, Ключевского, Клундинского, Угловского районов и Славгорода. Четвертый класс пожароопасности фиксируется на территории Барнаула и 18 районах края. Чтобы избежать влияния дымовых шлейфов, нужно ограничить пребывание на свежем воздухе, советуют специалисты. Однако при наличии ветра на улицу выходить можно. И к другой теме. В Барнауле отметили 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Тысячи жителей и гостей краевой столицы пришли на торжественный парад и праздничный салют. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляем с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Торжественным маршем на площади Советов проходят военнослужащие, правоохранители барнаульского гарнизона, курсанты БИИ и кадеты. В самом сердце краевой столицы собрались тысячи жителей и гостей города. Для каждой семьи этот день особенный. Мы всегда будем помнить, что с Алтая на фронт ушли около 600 тысяч наших земляков. На фронт уходили юноши и девушки, еще не успевшие создать свои семьи. Почти каждый второй никогда не увидел родного дома. Главные герои этого дня – участники Великой Отечественной войны, дети войны и узники концлагерей. Возраст большинства из них приближается к 100 годам, и некоторые из них еще активно участвуют в общественной жизни. Я выступаю перед студентами, перед школьниками, передаю свой жизненный опыт. А жизненный опыт у меня очень сложный, очень сложный. Поэтому, что я скажу, надо жить. А это уже одно из главных мест притяжения жителей города – мемориал славы на площади Победы. Вместе с барнаульцами его посетили губернатор края и глава города. В этот день отдать дань бессмертному подвигу героев пришли и депутаты городской думы. Уже стало традиционным посещение ветерана на домах. Знаете, у нас уже сложились определенные взаимоотношения, и многие ветераны ждут именно своего депутата. И, в принципе, вот эти отношения, они складываются не только в День Победы, а ведь депутаты постоянно интересуются жизнью ветерана. Мне бы хотелось поздравить барнаульцев с замечательным Днем Победы. Год от года мы узнаем и, может быть, познаем даже все больше и больше ценность этой Победы. О ценности этой Победы знают и те, кто ковал Победу в тылу. Напомним, два года назад краевая столица получила статус города трудовой доблести. В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали именно в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». Полтора миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки, и более ста тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Праздничные концерты рядом с домом, подарки и личное общение. Ветеранов в Алтайском крае осталось не так много, поэтому уделить внимание каждому старались в праздничные дни волонтеры и школьники, и власти региона. Губернатор Виктор Томенко поздравил с Днем Победы пациентов госпиталя для ветеранов в Барнауле и побывал в гостях у ветерана Василия Горбунова. Василию Михайловичу Горбунову 97. Родился он в селе Казанково Кемеровской области. Сейчас живет в Барнауле в семье дочери. Каждое утро делает зарядку и ходит с палочками для скандинавской ходьбы. Я секрет могу сказать такой. Какой? 98. Какой? На студии он без права был. На фронт Василия Михайловича призвали в 43-м году, когда ему исполнилось 18 лет. Служил на Дальнем Востоке, освобождал Маньчжурию во время войны с Японией. Вся страна не забывает сказать спасибо людям вашего поколения, всем, кто воевал, всем, кто защищал, всем, кто потом восстанавливал страну. Но это наша история. И если бы пошло по-другому, ну и нас бы не было, наверное. А если бы были, то уж не знаем, где бы мы сидели. Вот поэтому это мы помним всегда. Помним. В честь праздника Победы специально для Василия Горбунова организовали праздничный концерт у дома. Ну а этим ветеранам накануне Дня Победы пришлось подлечить здоровье в госпитале. Поздравить пациентов по давней традиции приехал губернатор. Я вас подсилю, что поздравляю. Спасибо. Это вам отлично, что здесь поздравили. Спасибо. Спасибо. В ходе визита глава региона проверил состояние госпиталя после капитального ремонта. Очень хорошо. Телевизор, есть еда, обеспечение хорошее. Никто работать не доставляет. Как дома работать, доставляет. Отношения хорошие. Недавно в госпитале открыли пульмонологическое отделение и кардиологическое на 30 коек. Кабинет хронической сердечной недостаточности и две новые операционные. Это вот новая у нас операционная. Здесь совершенно новая эндоскопическая стойка. У нас здесь лазерная, лазерная оборудование. Оборудование позволит выполнять операции на мочеполовой системе и органах брюшной полости. А также расширит спектр услуг, таких как ликвидация камней и удаление опухолей мочевого пузыря. Автальский край у нас эндемичный, дает помочекайную болезнь. Поэтому потребность очень большая. Пациентов очень много, союзов к нам приезжают. Поэтому данное оборудование нам позволит ускорить госпитализацию больных, оказать им помощь соответствующую. Данное оборудование эндоскопическое, малонавязивное, то есть и операции такие. Поэтому реминиционный период пациентов будет короче намного. При открытых операциях раньше пациента лечили 10 дней. Сейчас же не дольше 7. В день проводят от 3 до 6 операций. Виктор Томенко откликнулся на просьбу начальника госпиталя и дал поручение Минздраву региона выделить средства на закупку нового реабилитационного оборудования на сумму более 6 миллионов рублей. Юлия Щепина, День с толком. 320 миллионов рублей в этом году потратят на благоустройство более 60 барнаульских дворов. Практически в каждом из них, помимо целого перечня основных работ, дополнительно оборудуют новую детскую площадку или дооснастят прежнюю. Ремонт в четырех районах города уже начался. Один из дворов в густонаселенном индустриальном районе посетил глава Барнаула. Он пообщался с подрядчиком и оценил его подход к благоустройству. Взлетная 51. Двор многоподъездной многоэтажки, которую построили больше 40 лет назад. Сегодня здесь не хватает мест на парковке. Проезд к ней узковат, а детская площадка изрядно обветшала. Но за это лето все должно преобразиться. Двор ждет комплексное благоустройство. С данными жителями переговорили, они уже давно хотели и наконец-то созрели, проголосовали. С большой долей софинансирования по дополнительному перечню этой парковки и детская площадка. Дом очень большой, с тремя въездами и, соответственно, предполагает большое количество наличия парковок, чего мы и будем реализовывать на данном доме. Наряду с этой территорией за теплый сезон обновят еще 62 двора. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов по национальному проекту «Жилье и городская среда» выделят 320 миллионов рублей. 20 миллионов средства собственников, которые пойдут на дополнительные работы. Оборудование детской или спортивной площадки, обустройство парковочных карманов, установку контейнерных площадок или ограждения. Но большую часть финансирования направят на обязательные элементы благоустройства. Основные виды работы – это, конечно, демонтаж старого бордюрного камня, монтаж нового бордюрного камня, это покрытие, это какие-то новые проезды, где-то расширение, где, допустим, раньше были узкие проезды. Каждому двору, говорит подрядчик, подход индивидуальный, с учетом пожеланий жителей. За шесть лет участия в нацпроекте под контролем собственников, а также депутатов городской думы, общественности, в надлежащее состояние привели порядка 500 дворов. В этом сезоне благоустройство начали уже в четырех из пяти барнаульских районов. Приятно то, что в каждом дворе появляются лавочки, освещение, бордюры, омолаживается асфальтное покрытие. Одно из самых главных, ну, по крайней мере, для меня, как я вижу, изменение двора – это, конечно, появление хорошей, современной и безопасной детской площадки. Тогда двор становится двором. Двор по улице Взлетной, 51, помимо новой детской площадки, которую с нетерпением ожидают молодые родители, ждет еще основательное озеленение. Здесь обещают высадить газоны и сделать разноуровневые клумбы. Елена Макаренко, День с толком. Подвески сломаны, колеса спущены, кошельки пусты. Жители одного из новых барнаульских кварталов жалуются на убитую дорогу, которая уже поломала немало машин. Люди просят помощи и настроены решительно, ведь застройщик обещал нормальную инфраструктуру, в том числе и межквартальные дороги. А администрация шлет отписки. Ждать ли жильцам каких-то подвижек? В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Жестко, жестко, стуки, бряки. Вот, вот, смотрите, какие ямы. Цены на запчасти очень дорогие, да. Но одна стойка сейчас на машину стоит только 10 тысяч рублей. Их четыре поменять – это 40 тысяч только стойки. А ходовку делаешь регулярно. Чем ты больше здесь ездишь, тем больше ты тратишь. Материал о разбитой дороге на Сергея Семенова мы снимали еще в апреле, параллельно готовя официальные запросы в Барнаульский комитет по дорожному хозяйству. Тогда весенняя погода только успела оголить все ямы, а местные уже подсчитывали пробоины на своих машинах и убытки за ремонт. Вот так вот раз – и все. И вот с ноги работаем с такими дорогами. Недовольство вокруг дороги на Семеново звучит на протяжении нескольких лет. Зимой здесь снежная каша, а летом – столбы грязи и пыли. После дождей потоп и ливневок здесь тоже нет. А для таксистов эта дорога давно стала черной меткой на городской карте. Да я вот на той неделе, меня, грубо говоря, везли, и водитель говорит, ой, опять эта дорога, и повез меня через дворы, потому что они просто не хотят ехать. Но это их зарплата, а эта дорога, пока они здесь проедут, всю зарплату у них отнимет. Пешеходный переход весь разбит, все плохо, то есть мне очень страшно отпускать своего ребенка. И улица вообще названа у нас в честь героя Сергея Семенова. И вот в таком вот состоянии, и все едут и ругаются. Вот такая вот плохая улица Сергея Семенова. По словам местных жителей, такой дорога досталась им от застройщика. Однако гарантийные сроки дорожного ремонта уже давно истекли. Дорога за нами, по сути, это технологическая бетонная плита, которая была сделана для того, чтобы просто тяжелый транспорт сюда ездил, строительный. После этого здесь никто ничего не делал, как она была, вот эта технологическая плита, так она и осталась. Большие грузы так и продолжают добивать дорогу, катаясь на близлежащие стройки. К слову, похожая ситуация происходит и на других дорогах соседних ЖК. Пока отремонтировали только пересекающую улицу 65 лет Победы. Она для жильцов может стать объездной, но перекрыта по непонятным причинам. А дорогу на Семеново в списке для ремонта на 2023 год мы так и не нашли. Вот что на это ответили в ведомстве. В нацпроект «Безопасные и качественные дороги» улица Сергея Семенова от Попова до Солнечной Поляны не включена. Ремонт будет осуществлен в рамках программы развития дорожно-транспортной системы Барнаула на 2015-2025 годы. Строительные работы запланированы на 2024 год. Проектно-сметной документации предусмотрено устройство пешеходных переходов. Список городских дорог для ремонта на 2023 год уже определен. Их всего 12. На их реконструкцию по нацпроекту выделили более 916 миллионов рублей. Мы будем следить за развитием ситуации и надеемся, что дорога на Семеново находится на учете ведомства. И в следующем сезоне ей уделят особое внимание. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком. Что нужно брать с собой, чтобы не потеряться в лесу? Какие методы используют для поиска людей? И как взаимодействуют специальные службы с волонтерами? В преддверии летнего сезона общественная организация «Лиза-Алерт» провела региональное учение по поиску людей. К ним могли присоединиться все желающие. Вместе с волонтерами пропавших искали Данил Кузнецов и Дмитрий Денисов. Эти люди пришли в лес не за дарами природы, а за теми, кто решил их поискать и потерялся. На учениях «Лиза-Алерт» собралось около 15 новичков-волонтеров. Чтобы найти двух человек, им предстояло научиться прочесывать лес в команде. Однако сначала постановка задачи. И дедушка вспомнил, что вот здесь они совершали некий обряд и распивали напитки. Чтобы найти человека, нужно знать его привычки и планы. Поэтому в первую очередь волонтеры «Лиза-Алерт» собирают всю имеющуюся информацию о возможных перемещениях пропавшего и распределяют секторы поиска. С одним бабушкам подойдите и узнаете, все ли у них хорошо. Хоть это и учение, бдительность важна всегда. Тем более большинство людей теряется в весенне-летний период. Зачастую это пенсионеры, которые дезориентируются в пространстве. Именно такую роль примерили на себя два статиста. Это какой-то из наших соратников-поисковиков, которым было сдача пойти в лес и потеряться. Но он ходит по легенде. Допустим, в нашем случае легенда то, что у нас бабушка и дедушка пошли в лес собирать сосновые почки. Дедушку нашли ночью. Бабушка ушла дальше и, скорее всего, где-то лежит. Поэтому для эффективных поисков отряд разбивается цепью и пытается услышать потерявшуюся пенсионерку. Лиса-4 работает на отклик. Пенсионерка так и не откликнулась. Однако без улова спасатели в лагерь не вернулись. Эта перчатка – так называемый артефакт. То есть вещь, которую потерявшийся мог случайно где-то обронить по пути следования. Изначально поисковики выясняют, относится ли артефакт к потерявшемуся. И помечают его специальной вот такой вот палочкой. Трогать артефакт нельзя. Он может относиться к криминалу. Так что группа передает координаты и движется дальше, попутно рассказывая нам о правилах безопасности. Нужно, во-первых, оповестить своих ближайших родственников, в каком именно лесу вы будете находиться. Какое время, чтобы могли забить тревогу люди, если вы не пришли в назначенное время и начали поиски. Потом полностью заряженный телефон. Кнопочный либо смартфон. Ну лучше, конечно, смартфон. Но у нас есть службы, которые даже по кнопочному телефону, если он включен, и в зоне могут вывезти из леса человека. Вода и яркая одежда. Тем временем в штабе одна из групп нашла пропавшую пенсионерку. Примерно в полутора километрах. За оврагом. Да, потому что привели сознание, подтверждено, что тут ногами. Нам нужны носилки и грабца. Поскольку пострадавшую придется переносить, куратор собирает группу преимущественно из мужчин. К ним добавляется спасатель, обладающий медицинскими навыками. Также лизия-алерт во время поисков помогает полиция и следственный комитет. Учения направлены в первую очередь на то, чтобы волонтеры с краевыми службами могли научиться оперативно и слаженно взаимодействовать. Тем временем группа прибыла к пострадавшей, у которой, по легенде, вывих ноги. Спасатели оценивают тяжесть травмы и помогают положить бабушку на носилки из строп. Теперь беритесь как можно ниже. Под попу, под попу, короче, ближе к позону. Около тела двое с каждой стороны. Давай держимся. Бабушку Фройсю в лагере уже ожидает врача-волонтеров вкусный обед в честь выполненного задания. Кстати, несмотря на сложность поисковой работы в отряде Лизы-алерт, большая часть новичков остается и пробует новые роли. Самый популярный – оператор горячей линии, информационный координатор и картограф. Желающие присоединиться к отрядам могут заполнить анкету на официальном сайте Лизы-алерт. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов. День с толком. От юного к старшему. Традиционный турнир по биатлону и стафета поколений состоялся в столице региона. Соревнования проходят в Барнауле на биатлонном комплексе уже 9 лет подряд. Как на этот раз отстрелялись и отбегали биатлонисты. Об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Старт данный стафета поколений началась. Главная особенность этого турнира в нем одномоментно участвуют спортсмены со всего Алтайского края разных возрастов. От 9 до 70 лет. Это единственное в России соревнование, где новички выходят на дистанцию плечом к плечу с именитыми биатлонистами. И от вклада каждого зависит победа команды. Конкурентность очень высокая. Вот сейчас мне задать вопрос, кто победит, я не знаю. Потому что вот за бичан бегут два брата Кульбискина. Оба чемпионы страны. Один по юношам, другой по молодежи. Там Дарья Домичек, брат Домичек, знаете, член сборной страны по юниорам. Эти соревнования, еще раз повторю, это и такая воспитательная еще составляющая. Потому что мы с ребятишками же беседуем, говорим об этой Великой Отечественной войне, рассказываем, какие-то примеры приводим. Юные спортсмены стреляют из пневматического оружия. Взрослые – из малокалиберных винтовок. Для таких стартов очень важно, чтобы погода была благоприятной. Условие вообще отличные, полный штиль. Только в такую погоду не грех хорошо стрелять. А поправка не нужна, да? Ну, на ветер нет, никакой поправки нет. Все, флажок на месте стоит. Здесь уже вопрос патриотизма, вопрос воспитания нашего поколения встает на первый план. И, конечно же, огромное спасибо тем организаторам, которые ведут этот турнир, делают его традиционно. Один из постоянных организаторов турнира – пивоваренный завод. Его директор по стратегии Александр Локти в следующем году планирует пополнить ряды участников эстафеты поколений вслед за своим отцом. А в этот раз золотые медали забрали бийские биатлонисты. Серебро и бронза за барнаульскими спортсменами. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.